Трактор Просто я работал прицепщиком Три года в одного тракториста Колёсных, хоть уже, может, кто знает этот трактор такой, во сне видел И вот в сорок первом году, был же он прицепщиком Война, мужиков забрали Поскольку я был три года уже прицепщиком Три года ты, ты тракторист Мне было 17 лет только что Ты тракторист Всё Какие надо экзамены? Никаких там экзаменов не надо Всё, работал Трактористом А мы, трактористы, были от МТС вроде бы как В колхозах МТС Нам колхоз платил за каждый трудодень Три килограмма хлеба И немножко денежатами Деньги у меня были, я на квартире жил Мы были там немножко Продукты или как Я уж не помню И вот призвали в армию Меня первые наши года в августе призывали А у меня же был тракторист Вывернула руку вот эту вот Вот так вот Раз, уворачивал Скорую помощь везли до Явленки на быках Пара быков С лошадью Были заняты Скончались И Целую ночь ехали Утром Быков надо кормить Всё это сделали И Меня оставили до осени Осенью в октябре месяце Здесь в Скорнейке забрали двоих И меня Троих нас Сенькиных Кто знает Может Николая вот этого Егорыча Брата И еще один Как же фамилия был Кто-то был уже Нас вместе троих забрали В город сразу Всё призвали Куда Учить же надо Нас через Новосибирск В Чергану направили Группу нашу Там человек Двадцать Наверное Было Стар шесть Наверное И что-то В Новосибирск Приехали туда Что-то кого-то ждать Я не понял Но там Но шачевали Специально Заезжий в дом ехали Или что там называли Как зашины Всё И поехали Вернее И как поехали На вокзале приехали Там посадка со второго этажа Тоже Как в Гербалске Народа много Война Народ Пошлицы Вот один Делец какой-то Группцы Я вам дам самые первые места В вагоник Я говорю Ну Привезли Месяц Карантин Потом Разбелили по частям Поднимаю руку От четырёх От пяти Классов И до десяти Поднимите руки У этих По семь было А у меня Четыре только Я между ними Поднимаю 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 Засислили у меня миномётные Сто двадцати Нас двоих С Сенкиным С Николаем И с Николаем Братом Сашка Да Сашка Александра Спали мы на втором этаже Одна подушка на двоих Один матрас Одно одеяло Нас учили там Вот так Ну Если так сказать По правде Обмануть Я не обманул Кого обманул Что сказал Четыре А больше Классов Так всё понимаю Вообще Материальную часть Всего слушаю На Иисуса Скажу А вот чтобы определить На градусах Голова не работает Вот так И нас перевели Троих Ага Не маршал Да В этот Батальон Подготовительный Там И послали То есть пришили Тогда кубики били Не кубики Треугольник Пришили на него Всё Как Младший сержант Или как Ехудепринка И дали отделение Там Мне В отделении Один русский Я второй И шестеро Этих Узбеков Утром Подъём На физзарядку Становись Выйдешь Поразбежали В половину На 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 Потом Спрячут И задувал Он Прошёл Ну потом Вот Такие дела Мы спали Один матрас Одно одеяло Потом Ночью В баню Помыли В вагон И всё И приехали мы Город Город Саратов Белёв Он уже Подняк там был Вот Мы там В этом городе Занятия нам вели Оружение Занятия Занимались Там Винтовка Виномёт Пулемёт Траншей Копали А он Бомбит Ну всё Потом Значит Купцы Приехали С передовой Миномётчиков Искали Вот я Миномётчик Меня забрали Вот Ещё одного Там парня Двоих Только А эти Ну Такие Части Пулемётные Вот Привезли Часть Туда Уже На передовой Вот Пошли днём Даже По траншеи Познакомились С этими Миномётами Стоят батареи И всё Ну и меня Туда На одну батарею Как Наводчик И вышел Наводчик И командир Миномётного Расчёта Потому что У нас было Семь человек Должны обслуживать Этот Миномёт А у нас Четыре Так что По Должности У каждого Вот Ну и Тут В обороне Были Тарновская Курская Дуга Здесь Расскажите Про неё По Орловскую Курскую Дугу Расскажите А что Расскажите Вот Туда Привели Нас Всё Я Миномётный Как Наводчик И ночью Видать Корректировавшим Где-то На нейтралах Неизвестно Граммон Офицер Наблюдает Командовать Народом Ночью Приходилось Стрелять По другому Оренкир Один Оренкир Оренкир Скажут И Потом Видать Он начал Прорыв День и ночь Худит Вот Гром Гремел Носок Гремит Гром Так День и ночь Гремит Ух Такие взрывы Постарше Мужики Ну Наверное Завяжут Мешок Наш Духовый Он Продвинулся Полковая газета Не сообщает Самолеты Только между Мистершмитт И как Эти Жуки Лазают Быстро Ходят Низко Потом Когда уже Наверное Все силы Собрались Дали ему Там Он Отошел У нас Старые Рубежа В обороне Только Тогда Сообщила Газета Полковая Что так и так Вот Наши войска Пошли в наступление Одолели все это И пошло дело Мне потом Ну что Пехота Рядает Пополнения нету А люди то убывают Минометы Все ждали Тут же На повозку Побращали Автомат В руки И вперед Занимали Там Как Болохов Ну да Районный центр Болохов Там Где-то Наверное Какая область Где Интересовали Высоту Надо Занять Вот Звод Послали А это высоту Занимали Вот В коротком Перебежке Когда Стали подниматься Уже наверх Стали В очередь давать Автоматом Вот Я и не успел лечь Мне Пуля Сюда Как Выше шашечки Я был в обмотках И все После Дажа Я был Можно сказать Крайник Склону А тут Аврах Я разворачиваюсь Плашпалатка Плашпалатка Солдатская После Дожжав Добошевец Нам Вон там Открыл огонь Пулеметный Я пополз И В эту промоину Упал Потянул вниз Сюда Палку Нашел Через обмотку Кров бежит Немножко прошел Ага Санитар бежит Показывает Стоит Подвода Туда Подвел Меня Положили Через Как Звод 45-щиков Через них Огневые Вода Пить охота Понимаешь Кровь когда уходит Пить Воды Охота Дали вот 100 грамм воды Выпил Больше не дают Дальше поехали Ивак Госпитал Там уже Не госпиталя А как Деревня какая-то разбитая Уже там Дом крестьянский Одна комната Там хирурги делают операции А в сентрах Уоперированные лежат Человека три Мне на стол Что-то Привязали Жгутно ложили И в сентре положили Как раз в краю Так Там не болит Рана не болит Там где пуля Прошла Кость Не в центре А в бок Лопнула Кость Перелезали Тут больно Я потихоньку Потихоньку Жгут развязал Сразу Не больно Хорошо А сестра увидала Ну что делаешь Зачем развязал Как раз Да тут что Теснота Тут операцию идет Тут она Ходит смотрит Одна комната Представим Хирурги операцию Делают Или больные лежат Подходит машина Полутора Травой Трава на дне Нас туда побросали И в тыл Повезли И вакуум Воспитали Полтора месяца лежал Свою часть Догнали аж Чернигове Под Днепром Трава на дне Трава на дне Трава на дне Останьте Останьте Разойдись Нас один этот человек Осталось Молодые все Ну давай Собрал нас Объясняет Какая часть На пушку брал Наша часть Говорит Кто не может Переваривать Она Лезет в тылу врага Там двое Два друга Постарше Нас Отказали Нет Мы лучше тут Будем Для врага не пойдем Ну ладно Пошли там Где наша квартира была Через Через дорогу Там Сад посадил Еще спрашивали Кто Я говорю Нет все равно Себе думай Какая мне разница Он пояснил Ну 175-й Зажат отряд Охраняем Вокруг Штаба 61-й армии Кольцо держал Деревня Деревня Лез, значит В лесу Как Где будет стоять Вот и попал Туда Вот это Зажат отряд И был я там До сорок Четвертым Да Сорок четвертым Перебросили Нашу часть Армию Прибалтику 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 По Батистику Туда Да Там Некоторого Раз Ранило Значит Ну На Атаковали Франшеи Начали Потом тоже Да Считай Два месяца В сорок Сорок четвертый Год Или Сорок пятый Сорок пятый Год Ёлку Встрелили в лесу Прям Выписали От госпитали Прям Тут Расположили Полка Ёлку Нарядили Автомат Гранаты Подсумки Патроны Все На березы Навешали Проговорили Поздравили И Наши войска Подошли К Восточной Прусси Туда Попали Там И Ранило 6 Февраля Сюда Шрам Вышел И Вытащили 30 апреля Уже Чувашир Они У меня Сколько Пуля Пуля Бронеборная Они Как раз Из-за дерева Порочи шли На коленке Так вот Стоял Как Галакцию Как Оглоблив Даже Перекинул Это Ранение Война Кончилась Был В госпитале Бежал Шумерлер Еще Большой Большой Вот Так Прошло Три года Как раз Демилизовался В октябре Вместе Вы Демилизовались В октябре 45-го Да 45-го Не надо подминализоваться там, после чего никого не было, никого у меня нет на этом худере, друзья, друзья, товарищи там, все детство прошло там, ни детства не было, ни юности не было там. Работа, война... Бросили ворная к нас, остались мы двое с сестрой. Ну что, отец нас нашел двоих, а двое так неизвестно, я потом, если нужно, я расскажу про их, про этих двух, он меньше у меня были, которые... Привел до брата в Николаевке, в Кубыш, как раньше назывался, сейчас Николаевка, там брат жил его, отцом, туда перевез нас, неделю пожил, отец... То есть дядя с теткой ушли на базар, отец, он же печник, сапожник, пьяница, охотник, все может делать. Голый приходил домой, я потом расскажу. Ушел, дядя будет спрашивать, куда отец ушел. Он нам наказал, скажите, ушел в кузню на секу точить. И смылся. День нету, недели нету, месяц нету, два нету, зиму нету. Не нашли, не найдут, куда делся. Телефонов нет? Куда исчез? Да. Потом, значит, все. Как появился. Расскажу, как дядя... Сестра у меня заболела. Дядя жил тоже. Отцовый брат тоже пьяница. Вот, что получилось. Горбить некому, голод 33-й год. Давай на меня, ты самый меньший, иди по миру. Я пошел. Христо ради, просите. Прихожу к беднякам, ну там, завтракать или обедать. Настали там сковородку, старая картошка, мой кусочек хлеба валяет, такого корочка. Все равно дадут что-нибудь. И вот однажды я прихожу к тем людям, которые ненавидели советскую власть коммунистов. Перекрестился, конечно, прошел милостеньки. А за столом три или четыре мужика сидят. Стол круглый такой, богатый, пока обед у них. Пар идет, мясо, все есть, хлеб белый. Одна женщина смотрела, говорит, Сынок, тебе и подать нечего. Ты знаешь, как мне тут закипело? Не мог. Я вышел, плачу. Плачу. И сказал себе, зарубил. Выросту большой. Никогда никому не буду отказывать. Особенно в жратве кушанье. Всегда буду на встречу идти. Себе думают так. За это заказал. Ну, прихожу потом с обидой такой. Дядя сказал, что вот так вам не подсказали. Там мельница была в Николаевке, или Кубыш тогда был название. Я говорю, иди на мельницу. Там некоторые мелют, некоторые что есть, мелют. Кому мешок подержишь, тех кто просыпет, подберешь. Ну, я и так и пошел. Собирать эти земли, все помогать. Людям мешок держать. Ну, кто сыпнет мне кружечку пшенички на кашу. А кто муки маленько. Видишь, совсем бедный человек. Люди понимали, конечно, некоторые. Все, неделя походил, пришел. Сестра выбросила сумку. Сказала, не пойду никуда. Никуда не пойду. С голоду буду помирать. Не пойду. И говорит. Как мне кулаки, блядь, делали над коммунистами. И над этими сиротами. Я в школе учился мне. Она правда потом, я бригадиром когда был. Учетница была. Сзади меня на парте сняла. Поймала вшу меня. Там. Свернула бумажку, напереблю. Смотри, какие у тебя вши. Черные, казацкие как. Я в Руси там есть. Вот так и учился. Школа моя была. Иду. Валенки, правда, в 1939 году. Я потом расскажу, как они попали мне. Солом из пяток идет. Штаны порватые. Рубаху мне тетка подарила. Председатель его. Мать. Покойница. Стирная, она сетина в черный. Стирная, она уже серая стала. Носил, носил, может, месяца два. Плюс рукава потерял с рубашки. Упали, она гнило и все. Спал, где попало, летом в ямах. Где дом и помоями обливали, шкурки собирал с картошки. И мы грели на круглой печке и в рот клали. Пока в больницу не попал. В яблинку без интересного. Подумал, шкурку нагреть и в рот. А там же грязь все есть. Такая жизнь была тогда. А сейчас вот пока живу, все есть. Пенсию дают. В магазинах все есть. Жить есть где. А здоровья уже нету. Сила кончилась. Тогда же голод. Я говорю, на квартире жил, на хуторе жил этим. Он почту возил дядька один, а я лошадь. То отведу, то заведу, привезу. Оля. Вечером бегаю с ребятишками. Охота ж побежать. Вот летом. Придешь. На квартиру стучишь. Если дядька слышит, откроет. А тетку услышит. Она здесь была, за половинком замужем уже. Тетка эта милая. Не открывает. Накуда. И это правда. Ну, яма была там небольшая. В прошлый год. В прошлый год пробел. Глина висела. С ногами. Вот я в этой глине спал. В яме, вернее. Она проросла. Трабой. Трабой. Людей. Снаряды. Продукты. На паровозе. Машинисты. Паровозы были. Ну, почти Ленинград ехала. Управленники. Ну, разбомбили. И все. И, конечно, там. В первую очередь бомбы попадают. Куда? Машинисты. Машины. Все. Побил. Все. Вот такая жизнь была моя. Сейчас ты, наверное, задумаешься. И не дай Бог никому. Никому такую честь. Никому. Сейчас как увижу. Слышу. Ага. Тот. Без матери. Вот. Сирота у бабки воспитывается. Как воспитывается? Бабка же не вечная. Он-то молодой, примерно пацан. Ну-ка, легко. Как ли мы дальше сложиться? Жизнь. Чего я тебе продумываю? Прикидываю. Не дай Бог. Такое счастье. Все. Я уже. Отдохну маленько. Полежите. Друзья. Вот такой у нас сегодня был рассказ от Пивкина Алексея Андреевича. Который прислал нам наш подписчик. Если у вас тоже есть возможность взять интервью у ветерана. обязательно возьмите и пришлите мне. Я обязательно публикую на канале. Всем пока.